Привет всем, друзья! Сегодня продолжаем гулять по Стамбулу. Эти выпуски это не экскурсии в привычном понимании. Это такие пешеходные маршруты с впечатлениями от улиц, зданий и площадей. Одним словом, прогулки с настроением. Сегодня мы пройдемся по улицам и площадям перемен. Немного поговорим о реформах и их последствиях. Я гуляю, делюсь впечатлениями, рассказываю интересные истории. Вы смотрите, лайкайте, комментируйте и обязательно подписывайтесь на канал. Итак, сегодня вторая прогулка с Дасаевым по Стамбулу. Кто не смотрел первый выпуск, добро пожаловать, ссылка в верхнем углу кадра. Итак, вперед! Мы в самом центре Стамбула. Площадь Таксим. Если султан Ахмед, о которой я рассказывал в прошлом выпуске, это сердце города, то на Таксиме вы ощутите его пульс. В переводе с арабского Таксим означает разделение, распределение. В 18 веке здесь находилась станция перекачки воды. Такое место разветвления водных коммуникаций. Сегодня Таксим – точка встречи и пересечения людских потоков. В османское время это окраина города. Помимо водокачки здесь располагались кладбища. Мусульманские, христианские, армянские хоронили до 1865 года. Великое царство мертвых. Но Стамбул растет, требует перемен. Власть решает снести погосты и сделать Таксим границы между старыми и новыми районами города. Начав с кладбищ, перемены перешагнули Таксим и дальше их уже было не остановить. В центре площади монумент республики. Установлен 95 лет назад, в 1928. Это был первый памятник в Стамбуле, который сломал многовековой запрет на изображение человека в Османском государстве. Бронзовые национальные герои шествуют через мраморную Триумфальную арку. В центре главный, конечно, Мустафа Кемаль Ататюр, основатель Турецкой республики. Этот памятник интересен еще и тем, что здесь среди национальных турецких героев можно увидеть до боли знакомые русские лица советских товарищей. Здесь увековечились вожди большевистской России Климент Ворошилов и Михаил Фрунзо. Таким образом, этот памятник еще и символ коммунистическим иллюзиям. Таксим это символ свободы турецкого народа, его приверженности республиканским ценностям. После образования республики и на сегодняшний день площадь остается местом проведения главных митингов и демонстраций. Некоторые из них известны на весь мир. Например, празднование Дня труда 1977 года. Это была одна из первых демонстраций после снятия запрета на проведение митингов. Здесь собралось более полумиллиона человек, но ее участники были обстреляны с крыш соседних зданий, после чего насильственно разогнаны полицией. А 10 лет назад, в мае 2013 года, протестующие собрались здесь против вырубки деревьев в парке Гизи. Мирный протест был прекращен из-за применения полиции слезоточилого газа, в результате чего начались массовые волнения, которые длились несколько месяцев. Район рядом с площадью Таксим. Сформировался еще до Ататюрка, до республики. В 19 веке Османская империя продолжает слабеть. Экономика трещит по швам, в обществе назревает противоречие и разногласия. Султаны чувствуют это напряжение. Конфликт витает в воздухе. Империя волей или неволей вынуждена была начать изменения. Это был крутой поворот в истории Турции, кардинальные реформы. Вот эти вот улицы как раз были сформированы в это время, в первой половине 19 века. Эти десятилетия получили название Танзимат. Власть начинает понимать, какое влияние зодчество оказывает на подданных. Через архитектуру власть может дать понять народу, как она о нем заботится, какие у нее возможности и какая она великая в целом. Здания, построенные в эпоху Танзимата, выгодно отличаются от османских строений. Вот, например, это. Почти дворец. Как думаете, для каких целей построено это здание? Может быть, это банк? Возможно, музей или больница? Нет. Это военные казармы 1849 года, по-турецки Ташкелша. Не правда ли роскошно для армии? Власть показывает свою силу и любовь к своей армии. Для подобных строений султаны приглашают западных архитекторов. Это построил британец Джеймс Смит. Он же возвел в Стамбуле здание британского посольства. Сейчас в здании находится архитектурный факультет Стамбульского университета. Не правда ли символично? Район, по которому я сейчас иду, Шишли, был в Стамбуле один из первых во всем. Пионер, можно сказать. Здесь открыли первую трамвайную ветку, первую ветку электропередач, первую канализацию и канатную дорогу. Воспользуемся канатной дорогой, как машиной времени и перенесемся в Стамбул начала 20 века. Мы в 1920-х. Стамбул оккупирован иностранными войсками. Идет война за независимость, по городу гуляют солдаты разных мастей. В эти годы архитектор Джулио Мангери строит здание итальянского посольства. В это же время другой итальянец по имени Винченцо Кайвана приезжает в Турцию, чтобы заняться железнодорожной торговлей. Бизнес идет в гору, деньги есть и Кайвана решает увековечить свое имя на карте города. Построить дворец в итальянском стиле. Ответ на вопрос где для него очевиден. В 100 метрах от итальянского посольства. Вот здесь через дорогу. Расчетливый Кайвана предполагал, что его дом станет жилищем для итальянских дипломатов. Построил, продал, ну или сдал в аренду своим соотечественникам. Но в 1923 году столицу переносят в Анкару и Стамбул лишается права размещать итальянских дипломатов. Это поистине легендарное место для стамбульцев. Как дом писателей в Лаврушинском переулке в Москве. Дом назван Мачка Палас. Здесь жили многие турецкие знаменитости. Артисты, писатели, поэты и даже третий президент Турции Джеляль Бояр. И действие первого романа нобелевского лауреата писателя Архана Памука происходит именно в этом доме. Те, кто бывал в Турции, конечно, видел уличных торговцев, которые продают калачи. Это семит, турецкий бублик. Обсыпанный кунжутом, семит считается главным стритфутом Турции. Продается в застекленных тележках. В одном только Стамбуле в день продается более 1 миллиона штук. Турецкому калачу-семиту несколько столетий. Впервые он появился на столе турецких султанов. Его выпекали из муки тонкого помола, перемешанного с манной крупой и добавляли бекмес, виноградный сироп. Со временем эти калачи стали печь повсеместно и продавать в людных местах. Так появилась целая армия пекарей, продавцов и разносчиков-семитов. Не путайте турецкий семит с русским бубликом. Общая у них только дырка в их центре. Кстати, крылатое выражение «дырка от бублика», которое означает отсутствие денег, есть не только в русском языке, но и в турецком. В начале 20 века этот район представлял из себя микс старого и нового. Сейчас из старого остались только воспоминания. Хотя есть камни. Один из самых фешенебельных районов Стампула – Нишанташи. В переводе с турецкого – прицельный знаковый камень. Во времена Османской империи здесь проходили соревнования лучников. Стрельба из рука. В честь победителей соревнований устанавливали вот такие вот камни. На них писали дату, имя и дальность выстрела. Иногда в соревнованиях принимали участие даже султаны. Тогда писали целые вирши. Вот, например, на этом камне восхваляют меткость стрельбы султана Махмуда Второго. Нишанташи – знаковый камень. Отсюда и название всего района. В эпоху Танзимата высшая османская знать эстетически сближается с западной элитой. Это отразилось не только на архитектуре гражданских, но и религиозных строений. Султан Абдул-Меджид I был увлечен Францией, реформировал османское законодательство по образцу французских кодексов. Не мудрено, что даже мечети он строил в западном стиле. О том, что перед нами мечеть, можно догадаться лишь по минорету. Однако и он украшен как античная колонна. Фасад мечети Тешвекие выполнен в типичном для южных стран Европы приглушенном желтом цвете. Посредине портик из белого мрамора с высокими колоннами. Внутреннее убранство мечети также повторяет лучшие образцы европейского барокко. Реформа религии деликатная тема не только для султанов. Даже Ататюрк приступил к ней через 10 лет после прихода к власти, только в 1935 году. Ислам перестал быть государственной религией, Турция стала светской страной. Но не всем это нравилось. В 1979 году, 1 февраля, в этом спокойном районе Стамбула раздались выстрелы. Был застрелен популярный журналист Абди Ипехчи. С тех пор первый день февраля – черный день для турецкой прессы. Если проводить ассоциации, это как первые марта для России – день убийства телеведущего Влада Листьева. Абди Ипехчи выступал за отделение церкви от государства. Он был сторонником налаживания отношений с Грецией. Говорил о равноправии турецких меньшинств. Журналист возвращается на своем БМВ после работы. Он поворачивает вот на эту вот улицу. Остается 200 метров до его дома. Здесь уже его ждут убийцы. Раздается пять выстрелов, два из которых попадает в сердце. Абди Ипехчи погибает по пути в госпиталь. Через некоторое время преступник был опознан и задержан. Им оказался 21-летний Мехмед Али Акджа. Он был приговорен к пожизненному заключению. Через полгода убийца бежит из строгой тюрьмы. Даже не бежит, а выходит из нее, переодевшись сотрудником. Легко скрывается в Болгарии. А еще через полгода хладнокровно стреляет на площади Святого Петра в Риме в папу римского Иоанна Павла II. Понтифик ранен четырьмя выстрелами. Террорист задержан на месте. 20 лет отсидел Мехмед Али Акджа в итальянской тюрьме. Был прощен папой римским и помилован итальянским президентом. Экстрадирован в Турцию. Вся эта история какая-то странная, мутная и темная. Улица, названная именем Абди Ипехчи, одна из известных в Стамбуле. И не потому, что здесь было совершено громкое преступление. На этой улице много брендовых бутиков, модных кафе и ресторанов, где любит отдыхать местный бумон. Если вы вдруг решите здесь перекусить, рядом с вами может оказаться турецкая знаменитость. 100 долларов на двоих. Конечно, в эпоху Танзимата в стране произошли значительные изменения. Но все-таки самые важные государственные реформы осуществил Мустафа Кемаль Ататюрк. Турки обожают своего первого президента. Почти в каждом городе есть музей Ататюрка. Есть такой и в Стамбуле. Вот в этом вот доме вместе с сестрой и матерью и проживал отец турок Мустафа Кемаль. В музее хранятся его личные вещи. Фотографии, картины, оружие и документы с оригинальными автографами. Пожалуй, главная улица Нишантыши – Румели. В этих домах издавна селились румелицы – выходцы из Греции и других балканских стран. Румели буквально означает «человек с римских земель». Здесь в прошлого века сохранились особняки с садами, цветниками и деревянными постройками. Некоторые магазины и рестораны оформляли знаменитые художники и дизайнеры. Вот, например, в этом переулке фасад одного из магазинов оформлен художницей по керамике профессором Жале Елма Башвар. Она очень известна в Турции. Два века реформ модернизировали Турцию. Страна переняла европейские институты и идеи. Но есть нечто, что с огромным интересом и быстротой Европа переняла у турок. Огромность и красота Великого Царства Мертвых, так называли стамбульские кладбища, поражало европейцев. Османские кладбища, причем не только мусульманские, представляли большую разницу по сравнению с захоронениями на церковных дворах в Европе. Учитывая антисанитарию мест захоронения у себя дома, европейцы весьма красноречиво описывали стамбульские кладбища и социальную жизнь вокруг них. В Великом Царстве Мертвых существует даже кафе на вершине холма. Тут покуривают трубки и пьют турецкий кофе, вспоминая умерших. И парижский Перлашес с Монмартром, и лондонский Хайгейт в том числе возникли благодаря османскому опыту. Ну что ж, друзья, это была вторая прогулка с Досаевым по Стамбулу. Начинал я ее с Токсима, с площади Реформ, Перемен и Надежд, а заканчивал на стамбульских кладбищах. Иногда полезно прогуляться и по кладбищам, чтобы переосмыслить прошлое и понять настоящее. С вами был я, Руслан Досаев. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Главное, не оставайтесь равнодушными. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова